Всем привет, уважаемые подписчики и гости моего канала. У нас начало января, средняя полоса России. На улице погода просто сказочная. Светит солнышко, сильный мороз и такая настоящая русская зима. Но посмотрите на мои розарии и такая погода морозная и солнечная, она скорее расстраивает, чем радует. Дело в том, что у нас была оттепель недавно, погода была плюс 7, естественно снег весь растаял. Теперь опять морозы, вот сегодня минус 17, на днях обещают минус 20. И мои розочки в этом году, можно сказать, зимуют практически без снега. Посмотрите, все розарии оголены. Где-то, конечно, снега осталось больше, где-то меньше. Какие-то вообще совсем чуть-чуть прикрыты. И, конечно, я с таким сталкиваюсь впервые. Даже не знаю, что весной из этого получится. Я вам сейчас хочу показать, как все это дело выглядит. И хочу, чтобы вы мне написали. Может быть, кто-то сталкивался с подобной ситуацией. Как перезимовали ваши розы без снега в сильные морозы. Как перезимовали другие растения. Я тоже переживаю за свои клематисы. Я вам сейчас их покажу. Они тоже у меня зимуют укрытые с панбондом. И тоже из-за этой оттепели снег практически растаял. И они вот буквально лежат чуть-чуть присыпанные снегом. В общем, все под вопросом. Сейчас перед вами мой большой розарий круглый. Как видите, все стоит. Дуги стоят. Но здесь еще снега, я бы даже сказала, много. Потому что он ссыпался с тропинок. Вот все это закрывалось. И он растаял. И как бы еще более-менее прикрыто. Вот этот розарий тоже, видите, где-то оголился. Где-то нет. Здесь у меня мой большой розарий тоже. На него в целом можно не жаловаться. Но все равно, вот видите, где-то кусочки приоткрыты. Вот здесь у меня зимуют мои крупнолистные гортензии. И я уже с ними попрощалась. Потому что, вот, посмотрите. Все открытое, все голое. Конечно, можно тут попытаться присыпать снегом. Но снег, он такой, знаете, сегодня ночью он как-то пытался выпасть. Что-то было. Но выпало совсем чуть-чуть. И даже если со всего участка соскрепсти весь снег, я думаю, вряд ли хватит, чтобы это все присыпать. Проходим дальше. Конечно, так красиво вокруг светит солнышко. Снег скрипит. И так приятно. Но, с другой стороны, все очень волнительно весной. Будем вместе с вами открывать розарий. Смотреть, что перезимовало, что нет. Вот здесь тоже посмотрите, видите, розочка укрыта. Вот так это все выглядит. Практически все голое. А здесь у меня клематисы молодые уложены под спонбондом. А вот это, кстати, гвоздика. Гвоздика-травянка. Видите, зелененькие листочки. Оно все такое заледеневшее. Это игрушка Ричика тоже. О, примерзла. Играл с ней летом. Так, такие у нас печальные дела. Средняя полоса России. Она, конечно, всегда славилась такими природными катаклизмами. Но чтобы вот такое было, это, конечно, впервые. Я вместе со всеми радовалась в ноябре, когда все розы были укрыты толстым слоем снега. И снега было очень много. И мы даже счищались снег с теплиц, потому что боялись, что теплица не выдержит такого снежного покрова. А вот как назло, прям на Новый год, прям, можно сказать, на 1 января случилась эта оттепель. Ну и здесь снега еще более-менее, но все равно, видите, розарии, они все оголены. Весь спонбонд, он, пожалуйста, наружу. Розочки у меня зимуют вместе с листвой. И я вот даже заглядывала, когда была оттепель, в один из розариев, потому что можно было подлезть абсолютно везде. Все было растаяно. И я заглядывала, розочки были зелененькие, с зелененькими листиками. Ну вот, что будет весной, конечно, неизвестно. Здесь у меня тоже клематисы, посмотрите. Но их, правда, припорошило немножко снегом. Вот здесь лежат мои огромные Виль де Леон, Ашва. Тут тоже лежит Тайдай. Здесь его еще более-менее снегом прикрыло. А вот здесь посажены молодые клематисы. И вот, видите, там тоже так снегом чуть припорошило. А вообще, вон даже видна голая земля. Не знаю, что там получится весной. И вот здесь тоже, видите, спонбонд, там тоже лежит клематис, который называется Хегли Хайкбрид. Вот такие дела. Я походила тут минут пять, у меня уже руки отмерзли. Конечно, солнце светит. И сразу выходишь, и кажется, ой, тепло, скоро весна. Ну, нет, мороз на самом деле такой хороший, сильный. А завтра, по-моему, обещают вообще минус 22. Вот такие дела. Вот тоже мои розарии. Вот сюда я заглядывала, в этот розарий. Давайте сейчас вместе с вами посмотрим, что там есть. Вот так вот все выглядит. Не знаю, видно вам или нет. Но, видите, вроде бы розы зеленые. Пока все хорошо. Но, как будет дальше обстоять дела, как пройдет зимовка, мы узнаем только весной. Как у вас погода? Так же? Или все в снегу? Пишите в комментариях, пишите, что думаете по этому поводу. Выживут ли наши розы или нет. Но я вообще думаю, что, конечно, не все погибнет. Конечно, погибнут только самые слабые, самые молоденькие. Ну, а там, кто его знает. Опять же, повторюсь, с такой зимовкой я сталкиваюсь впервые. В общем, пишите все, что думаете на этот счет в комментариях. У меня на сегодня все. Пойду домой греться. Всем спасибо за внимание. До встречи на моем канале.